всем добрый день сейчас мы поехали на могилы к нашему дедушке моему дедушке деду тихону тихон дмитриевич это по мамина линии папин папа в общем он похоронен здесь в киргизии 85 году и чтобы добраться до кладбища кладбище на горе вот мы тут пробираемся сквозь снега все мы приехали 10 сантиметров снега просто резина высоем не резиноваться просто водитель такой ну Вот чтобы попасть на крадбище нужно преодолеть, взять эту высоту. Тяжело, наверное, с гробом. У нас люди, вот еще даже до суда божьего, они уже возносятся. Как только почивают, сразу уже вот на такую высоту, как минимум. Несколько километров над уровнем моря, да? Да не несколько, тут около километра над уровнем. Так что восстанавливаем здоровье после всяких болячек, да? Попроведать усопших, надо тоже себя поднять на их уровне. На самом деле тут очень такой чистый воздух, такой легкий, так здорово прям. Ну и вот, сестра, понимаешь? Вот так вот мы живем в такой красоте. Да, не буду, а. Бога благодарим, прославляем. , думаю, что мы живем в такой красоте. так это я снимаю в бинокль принципе думаю что да да получается просто у меня руки дрожат и и и и и и и Рождество Твое, Христе Боже наш, Посияй, мир и свет разума, В небо звездам служащий, Звездою уча, хуся, Тебе кланитеся, солнцу правды, И тебе видитесь с высоты востока, Господи, слава Тебе! Дева днесь присущественно горождает, И земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырьми слава словят, Волфы же со звездою путешествуют, Нас в городе родися, Отрочем ладов и вечный лад. Покой, Господи, душу усопшего раба своего Тихона, Великое житие семья, Ко человек согрешил, Ты же, яко человека любишь Бог, Прости его и помилуй, Вечные муки избави, Небесному царству и причастнику ученик, И душам нашим полезно сотвори. Приветствую деда, Вот еще раз повидались, Привел еще внучка с супругой, Вот внучка у тебя еще одна новая, Тут не была, наверное. Жулик приехал, Я же у него этот Бадик постоянно воровал, Вытаскивал, Мне два года было. Вот еще раз побывали. Соседей-то у тебя много уже вот тут поразвелось, То крайний-то был последний, А тут-то вон сколько соседей-то, Микрорайон целый. Что наш деда войну прошел, Войну прошел, В смысле на войне участвовал, Ему был немного, Руква оторвала, Там бомбежка была, Его комиссовали, Детишек много было в их семье, Он пастухом всю жизнь работал, Добрый был человек, Незлобивый, Пастырь овцев, Добрый, Да, он говорит, Он в этой жизни так несчастен был, В предсмертный час, Сколь искренне решения, Прости его, Господи, Как ты разбойника простил, Это стих для деда Тихона, От сына, Дай Бог, Чтобы все его добрые дела, Много добрых дел дел, Кормили они всяким бабушек, Постоянно, Я думаю, где-то счастлив будет, Жизнь тяжелая была, Жили как могли, Зла никому не делали, Самое главное, А вот и муто зла делали, Ой-ой-ой, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Вон, а впереди-то тоже коняшки, Как им хорошо тут привольно, Сейчас посмотрю, Вон они сладенькие, Горные кони, Вот он, Здесь видно родник хороший, Это вода, Родниковая она, И в Воронцовке, В водопроводе, То есть, представляете, Открываешь кран, А из крана Течет Настоящая, живая горная вода, Это вообще Просто Вер, Мечта, Мечта, Конечно, Одышка какая-то, Ну, После всяких болячек, Общеизвестных, Но ничего, Вот как-то Расходишься постепенно, И Вполне Как-то Дальше Идешь, Уже привлекаешь, Тут родник рядом, Ворно бежит, Сейчас еще До дних лошадок Пойдем, Ну, Как во сне все, Вообще, Как во сне, Говорю, Горы, Кони, Родники, Редактор субтитров А.Семкин М proof Красавица, Хороший, Крыжок, Ой, молодец, Какая умная лошадь, Осторожно, Смотри, сказали же по горам не лазить никого не слушает ну привет папа вот лёшка в гости приехал пришли тебя тут с рождеством поздравить с новым годом по сути вот эти домики это не для усопших вообще знаете вообще ну вот вот эти вот эти домики строят нам по пути пришел до сути что не путник шел и как бы зашел переночевал обычно же к тому как у мусульман где умер там и похоронили построили там домик ну типа в знак как памяти что и вот он приходит когда путник как бы там ночует дам день-два там ну сколько ему надо там отдохнет и он как бы там молится что вот боже там помяни душу вот этого человека усопшего что вот ну он как бы у него как будто бы в гостях ну побыл и поблагодарил и вот ну а сейчас как бы в 21 веке строить домик как бы ну никто сюда путник не придет ну а градку поставить чтобы животные не топтали охоронили все по-мусульмански полностью то есть могила роется как вот тут яма большая сбоку в яму роется вот так сюда подкоп подкоп в яму и этот подкоп углубляется покойник ложится вот так головой туда на получается на запад как бы за 1 на северо-запад скажем так вот так и голова раскрывается в савани покойник ложится и на бок голову поворачивается как бы голова смотрит на запад то есть скажем так в смысле лицо смотрит на запад а голова как бы больше на север и вот так дощечками заставляется вот этот ну как подкоп и яма засыпается а сам покойник он как бы в такой в нише в этой и остается лежать но она когда-то может годами и просядет а может и нет тут в горах в принципе сухо она может и 20 и 30 и 50 лет то есть покойник так и остается не присыпаны он не сидит что вот в некоторых тоже в мусульманцы много всяких вот ну как ответвлений всяких некоторые там хоронят вот сидя некоторые вот есть вот кто вот так некоторые завернутым лицом некоторые есть в этом в этот в паластом в какой-то его и быстник и сюда нет в паласе и вот мы хоронили тоже несли в ковер завернут а потом как бы здесь уже просто в одном саванне то есть саван это такая длинная как это а тем просто интересно чем они объясняют что например у нас у православных лицом на восток получается что когда второе пришествие как бы все стоят как бы на встречу я не знаю я не знаю я же вообще не когда отец помирал уже ну смысле этот болел уже ну то есть очевидно было я у нее спрашивал говорю как тебя хоронить то по-мусульмански по-христиански ну вроде как жена христианка была он сам ну родители мусульмане он сам не то не все как бы он такой юморист был до последнего дня жизни да короче ночью говорит на улицу вынесите ноги мясо привяжите к утру собаки не ну а на самом деле этот шутки шутками ну просто то есть кому что он понимал что умрет и шутил вот и как бы пытался нам настроение поднять там знаешь разум уже уходил ну то есть так были помутнение то что-то вспомнит то что то то потом уже кого-то не узнать о каких-то объекты людей каких-то видел неприсутствующих ну как бы уже такие знаешь проблески так сколько лет во сколько 59 ну рак там этот не ну а так-то он умирал когда этот то есть уже знали что вот он все неизлечимая болезнь и этот ну он со всеми позвонил там попрощался со всеми там я слышал тот момент как он сделал со всеми там ну всех прощения просил ну мы тоже бывало ссорились что-то там тоже примирились и все слава богу то господь дал это время чтобы это то есть какое-то было понимание себя на человека даже попросить единственное кого он не хотел видеть это родного брата вот просто не он уже все равно приехал брат типа вроде попрощаться ну ладно раз уж приехал зашел ну там что-то несколько слов он ему аж хуже стало вот интересно такой тяжелый человек вообще ну то есть он не то что там зла он говорит я его простил просто его видеть не хочу вот ну как бы вот такое постоянно обманывал постоянно какие-то козни делал ну вот знаешь вот этот и тут мне звонят говорит вот он умер там ну а я чё сделал номер умер там хороните или чё ну то есть типа что вот я племянник должен там приехать что-то делать он при жизни ничего не делала я никакого отношения имею короче отношения такие были нефти какие скажу честно ну то есть как говорят нам про покойников неплохо нехорошо ну да это все ерунда надо говорить так как есть или правда чё заслужил чё заслужил как говорится чё себе здесь копил ну его где-то вот тут похоронили короче а ну вот мугород дерево вот смотри ничего не паники кичу да они начали у меня разрешение что типа ну с братом в одной оградке похоронить я говорю он его при жизни видеть не хотел вы его сейчас при смерти его хотите не говорю даже не вздумайте я говорю я сам его выкопаю перекрыл ну короче это ну рови ранит ну старший брат а прожил он его старше был на сколько лет там я не помню лет на 5 на 7 а прожил еще на 15 дольше ну ну тот там конечно следил за здоровьем по врачам и вот так врачам первый раз и здесь пошел к дарам у 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 Выше двух этажей, то, что построено, это все построено в советской обрежности, то есть, после ничего не построено, ну, в смысле, как, частный центр, там, да, вот такой, там, и больница, ну, там, какие-то больницы, здесь и так, не так себе, короче, сказать, вот таких моментальных, там, как раньше, джессы строили, там, ну, все, нет, ничего, ну, что, у нас в деревне уже нету баранов, а тут вот они, пожалуйста, и какие-то интересные, курдючные Ну, вон, видишь, какие они, справные, слава богу Что, корова как у нас? Корова как у нас, ну, какая нежность тут Вот это любовь Запашок тут стоит Серьезно Ничего у нас нету Покушать нам